Бизнес состоит из ряда процессов, и многие собственники зацикливаются на визуализации, на моделировании этих процессов, придавая огромное значение графикам, блок-схемам, диаграммам. Это второстепенная задача – смоделировать бизнес-процессы. И нужно понимать, что бизнес-процессы – это не бардак, который надо систематизировать, а именно система. И чтобы ваши бизнес-процессы были системными, необходимо знать, что такое бизнес-процессы. Бизнес-процессы – это последовательная и взаимосвязанная деятельность в компании, которая нацелена на один конечный результат удовлетворения потребителя, вашего клиента. На того конечного потребителя, на ту целевую аудиторию, ради которой существует ваш бизнес. Все бизнес-процессы начинаются со спроса потребителя и заканчиваются его удовлетворением. Все, что мешает, то есть любые барьеры и ограничения, которые мешают быстрому, качественному и честному обслуживанию вашего клиента, все это должно быть убрано, уничтожено из ваших бизнес-процессов. Для того, чтобы грамотно удовлетворить вашего клиента и при этом еще заработать, получить чистую прибыль, необходимо выстраивать бизнес-процессы, которые нацелены на конкретный результат. То есть необходимо уметь ставить цели, которые должны преследоваться в этих бизнес-процессах. При выполнении этих бизнес-процессов была достигнута та цель, которая приведет вас к заданному результату. При планировании результата вы обязаны ставить такие цели, в которые верите сами, которые являются для вашего мозга, для вашего мышления, для вашей нейронной связи реалистичными. Если вы ставите цели, которые ваш мозг воспринимает как фантазию, то вряд ли у вас будет мотивация для достижения таких целей, и, соответственно, вы не получите никакого результата. Это будет действие ради действия, это будут процессы ради процессов. Я предлагаю вам сформулировать цель, ответив на следующие вопросы. Какого результата ты хочешь достичь, поставив данную цель? И почему для тебя этот результат важен? Кто вовлечен в выполнение цели для достижения этого результата? Есть ли ограничения по достижению этой цели? Если есть, то какие? Какие альтернативные решения есть, чтобы нивелировать эти ограничения? Когда именно можно считать, что цель достигнута? Например, 10 клиентов в год или 10 новых проектов в год до такого-то срока. То есть цели должны быть желательно, выстроены по методу SMART. Какой главный показатель будет говорить о том, что цель достигнута? И какое значение этого показателя должно быть? Еще раз делаю акцент, что ваши цели, цели вашего бизнеса должны начинаться со спроса потребителя и заканчиваться его удовлетворением. Бизнес-процессы нужно моделировать таким образом, чтобы создавать стоимость и ценность в вашей компании для долгосрочной перспективы. Для того, чтобы компания не стала однодневкой, как говорится. И в заключение хочу сказать, развивайте свое мышление. Потому что то, чего вы не знаете или то, что вам неизвестно, это не значит, что этого нет и это не существует. Желаю вам успехов в вашем бизнесе и в развитии вас как бизнесмена.